Привет, зрители! Я надеюсь, ты уже нарядил свою елку и украсил свое место бытия. Я пока только еще украсила. Это у нас обзор моего парфюма на январь. Я тут разбиралась в полке, обнаружила кучу духов. Конечно, это чуть поменьше, чем у меня до этого было, но практически 90 процентов духов благодаря вам, мои подписчики. Спасибо вам за это. В общем, и Мари, это от подписчицы Лелечки, она в уходе на декабрь, точнее, в моем парфюме на декабрь уход был, до этого записала. Только что, буквально. Она мне написала в телегу и сказала, что она дарила, потому что я такая склерозная, я не помню практически, кто что дарил. Так вот, и Мари дарила Лелечка, и Мари от Эйвона, мне очень нравится. Это повторюшка моя. Мне до этого она была в обменяшке с блогершей Аленой. Ой, не знаю, ведет она сейчас канал или нет, Алена Овсянникова. Очень он мне нравится. Такой, вот сейчас вот открыла такой несексовый аромат, вообще шикарно. Очень мне нравится, спасибо Лелечке. Он у меня был тьются в январе. Я думаю, что он такой новогодний-новогодний аромат. У меня внезапно еще они есть, никак не закончатся. Ноу-нейм, русские какие-то духи. Цвет еще даже не изменился. Да потопненькие такие, это сиренька. Кто-то дарил. Причем не из зрителя Ютуба, просто вот какие-то знакомые, я помню. Кто-то мне из знакомых дарил их. В общем, вкусненькие, пахнут сиренькой, каймон, аромат, мне очень нравится. Я помню, в прошлом году или в этом году, может, может в этом году, в начале года они какие-то почти универсальные были в каждом практически, в обзоре моих парфюмов были. То ли в прошлом году, вообще я думала, что они уже давно закончились, но они все еще живы. Вот, синяя крючечка, сиреневый дух. И вот они у меня в январе будут юзаться, возможно, будут в пустых баночках. Вот это мой любимый аромат, тоже повторюшка. Честно, не помню, кто дарил. Если ты меня смотришь и знаешь, что-то ты мне дарила, дай знать в камень. Ты скажешь, Лёля, ты беспамятная фрю, а то я тебе дарила. Я даже не обижусь на беспамятную фрю. Потому что я сама так сказала. У меня, возможно, сейчас было слышно, как взякнула духовка. Я сегодня теста ради купила две голени куриных. И сейчас со специями, специально для курицы немножко так специи добавила. Запекла чисто на тест, потому что у меня как бы... Ты, наверное, в курсе, если не в курсе, сейчас узнаешь. У меня тут гастрит случился две недели назад с лишним. И вроде как я с него более-менее вышла, но свинину мне пока нельзя. На говядину я сегодня посмотрела, она такая дорогущая. Я так офигела. Я очень давно не покупала говядину. Она стоит в два раза дороже, чем свинина. Это, по-моему, 760 рублей за кусочек какой-то там типа мякоти. Я как бы говядину не ем. Но тут внезапно меня угощали, я подозреваю говядиной. И я так поняла, может, говядину купить. Но в итоге меня задужила жаба. Я решила купить немножко на тест свинину, эту курицу. Потому что в последний раз курицу его как-то даже воспринимать не могла. У нас тут Avon, Mess Me Rice. Когда-то я его покупала в Avon, когда я ещё была представителем. Я эту крышечку с него сняла. И писала даже на рекомендую. У меня есть аккаунт, я туда сто лет не заходила. Я даже не очень в курсе, какой у меня там пароль. Они мне как-то засуспензили какой-то отзыв. Причём без какой-либо причины. Я его исправляла. Написала им, помню, в личку. Расписала все их правила, которые у них читала. И правила мне соответствовала. Они даже не извинились, но отсуспензили мне этот отзыв какой-то. Так вот, я писала отзыв на эти духи. Я написала «Аромат солнца». Тогда он для меня открывался очень как-то по-крутому. Никаких специй я там не чувствовала. Потом он писал для меня открываться какими-то специями. А потом как-то он был для меня тяжелатый. Я его брала в закладке, скажем так. Сейчас он для меня пахнет как-то так слегка унисексово. Более лёгко, допустим, и чуть уловимо, чем, допустим, и Мари. Но как-то общее что-то у них есть. Очень классные мдуки, они мне очень нравятся. Про них совершенно забыла. И благодаря тому, что я разбилась в полке, я их увидела. Думаю, вау, они же мне нравились. И вот они тут. И у меня тут есть еще один Мисс Мирайс. Тоже, честно, не помню, кто дарил. Если ты меня смотришь до сих пор и увидишь это, дай знать в коммент или еще куда-нибудь, скажи «Лёля, ты беспамятная фреа». Это я тебе дарила. У нас тут Эйвен Мисс Мирайс, Мистикамбер. Он, мне кажется, чуть более сладковатым отдает. И, ну, похож вообще. Можно сказать, практически идентичный, только сладковатый. Я его тут открыла, он мне что-то так понравился. Думаю, вау, надо его достать, и пусть он у меня будет юзаться. Кстати, крышечки освещаются, только сейчас заметила. Можно сказать, мужчина и женщина. Женщина, мужчина. Головные уборы такие. На январь. И еще у меня одна штука, которая для меня внезапно снова открылась очень любимым ароматом. Я не знаю, у меня были такие духи или только лосьон для тела, который мне очень... Ну, в смысле, не лосьон для тела, а гель для душа, который мне очень понравился. Потому что я помню, что гель для душа у меня был повторно уже вот наборчик такой. Вот эти духи гель для душа мне дарила тогда оба раза. Гель для душа был. От Лелечка. И вот это Фаберлико Феерик Сенсуэль. Смотрите, сколько уже взваюзано. Он у меня все лето ездил в велосипедной сумке, как отпугиватель для собак, и два раза даже мне помог. Для тех, кто будет бомбить в каментах, как это так использовать духи, если у вас есть какое-то другое средство от собак, которых натравливают на людей, или вы когда-либо ездили на великах, а на дорогу выбегала на проезжую часть бешеная псина, либо псина, которая совершенно какая-то, ну, не очень адекватная. Это очень мешает, на самом деле, проезду. К тому же я боюсь больших собак. Меня в детстве как-то укусило. Чисто подошла. Я сидела на велике, ко мне подошла такая собака, причём это было в светочном, у дома моих родственников. Ждала сестру вроде как, которая там домой зачем-то зашла. Подошла ко мне сзади собака и цапнула меня вот так вот так просто. Когда это с вами в детстве случается, это такая какая-то супер травма. Не, на самом деле это не супер травма, просто я не люблю собак. А больших боюсь. Сегодня, когда я шла с магазина, ко мне так подошла такая большая псина, у меня с собой рыба сырая и мясо, и может оно пахло, а псина такая упитанная, и на брошенную не похоже, но частично без ошейника. Не люблю людей, которые так делают, когда вытидывают своих собак в свободный полёт на погулять. Короче говоря, в общем, феерик о сенсуэль мне очень снова понравился. Он так раскрылся передо мной. Я его использую как ароматизацию помещений, чтобы у меня пахло вкусно. Не только на мне, когда я на улице ухожу, он как-то не саксовозами не открылся, но ещё вот подушечка пахло вкусно, одеялко пахло вкусно, в комнате пахло вкусно, на кухне пахло вкусно. Хотя на кухне сейчас у меня вкусно пахнет, у меня там курочка сготовилась, в коридоре пахло вкусно. Короче, я им прыскаюсь иногда даже дома, чтобы чисто торчиться от этого аромата. Вот сегодня прыскалась перед выходом на улицу три пшика на одну руку, потом вот так потру. Мне Ирка Мерсоненко писала, что так не делается аромат, так будет как-то по-другому юзаться, но мне так удобно. Ещё за ушки прыскаю, вот сюда на ямочку, и на волосы пшика 3-4, иногда и 5. В общем, я, кажется, обливаюсь им с ног до головы, но это же не литром облился, да, это просто попшикался, и я так от него кайфую, он мне так нравится. Спасибо тебе, Лёлечка, большущая, если буду смотреть этот ролик. В общем, очень клёвый ароматик. У меня тут нанюхало, всего 5 духов практически было. Но он, мне кажется, сейчас вот в этой линейке как раз такой между унисексовым, вот дома он открывается несколько иначе, а на улице мне даже чувствуются в нём какие-то Эрис Нуаровские нотки. А Эрис Нуар, если ты в курсе, а если ещё нет, то узнаешь, раньше были такие духи у Ифраше, сняты глубокое, кажется, серии с акриндесанса, а может и нет. Ну, в общем, Эрис Нуар там был, туалетка, парфюмка, и оно мне очень-очень нравилось. Но оно давно снято, если у меня его давно уже нету. Но есть отголоски, вот и у Ифраше, не знаю, я давно не была на их сайте, года 3 или 4. 3 года, 4, наверное, года уже не делала у них заказ, у меня в шикоунте-то нету там. Короче, у них был такой аромат уникальный, сочетающийся себе Эрис Нуар, потом чёрную ваниль, и Суэликсир. Самый Суэликсир, ну, у меня в своё время не очень нравился, он мне пластилином он давал, а вот Суэликсир Буассенциэль, он как раз вот эти 3 аромата все сочетает и перекликается как-то. Он у меня есть, и мне он нравится. И вот это какое-то, оно немножко так вот ближе к этой гамме. Ты не думай, мне ещё нравятся и цветочные ароматы, и такие как бы типа Пурбланки, что-то типа, допустим, Лайт Блю от Дольче Кабана, к сожалению, сейчас у меня её нету, но если ты вдруг хочешь сделать мне приятное к Новому году или к Дню рождения, которое будет где-то месяца через два, где-то месяца через два, то можешь задарить мне Дольче Кабану, Блю Лайт. Только Блю Лайт или Лайт Блю, ну, голубенькие такие. Они мне нравятся. У меня, правда, ещё натурелька есть какая-то, я не помню, по-моему, чисто натурельки у меня нет, но натурелька с какой-то лимит, с какими-то лимитками фрошистка у меня есть. И да, если ты хочешь поддержать мой канал, но не знаешь как, ты можешь задонатить мне на Донатейшн Алерс, вот здесь вот будет облако, подписаться на меня на Бусть и оформить спонсорскую подписку на Ютуб, если ты не из России, кинуть на ВКП, на Юмони, биткоином, на Визу, ну, или ещё как-то иначе. А если ты думаешь, что такое прислать Лёрке с доставкой до востребования, то в самом низу, в инфобоксе, есть этот адрес до востребования. Ну, или как-то иначе. В общем, в любом случае, спасибо, если решишь меня поддержать, потому что я как раз сейчас собираю денежку на видеокамеру новую. Ну, и спасибо, если я селил до конца, спасибо за лайки, дизлайки, комменты, если решишь оставить, даже если очень гневный, типа, Лёля, ты попрошайка, нельзя так делать. Все-таки, все блогеры, которые делают так, как ты, очень плохие, и т.д. и т.п., я тебе в любом случае поставлю сердечко. Спасибо за движение на канале и пока! Эй, зритель, поставь лайк, пожалуйста! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!